Христос Воскресе! Приветствую вас, уважаемые телезрители! Друзья, один из святых отцов Церкви сказал, что Бог разговаривает с человеком на разных языках, прежде всего, языком любви, и очень мало таких, кто слышит его. Тогда он говорит с человеком языком болезни, и таких, кто несет болезнь, больше, и языком страданий, а таких еще больше. А философ Сергей Николаевич Трубецкой выразил это так. Тот, кто не хочет внимать шепоту вечности, будет внимать ее громом. И в сегодняшний воскресный день в наших храмах звучит Слово Божие об исцелении слепорожденного человека. А вчера, за вечерним богослужением, мы слышали стихи, говорящие о чуде исцеления слепорожденного, которые в переводе звучат так. Неужели я за грехи родителей родился без очей? Не из-за неверия или народов я родился им во обличение? Не могу уже я спрашивать, где ночь, где день? Не в силах уже мои ноги о камни притыкаться. Ведь не видел я ни солнца сияющего, ни Создателя моего в образе человеческом. Но молю тебя, Христе Божий, призри на меня и помилуй меня. Евангелие нам говорит, что ученики вместе со Христом увидели слепорожденного человека, то есть слепого от рождения. И задают Иисусу Христу очень правильный, очень существенный, но парадоксальный вопрос. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Они не задали вопрос, от какого вируса, от какой инфекции это произошло. Как бы мы сказали сегодня, а может сделали не ту прививку? Не спрашивают и о прочих внешних вещах, нет. Они спрашивают, кто согрешил, он или родители его. Оказывается, ум ветхозаветного человека все время проводил параллель между болезнью и нравственным состоянием человека. Ветхозаветное сознание видело в этом прямую связь. Этим дышали и жили всегда благочестивые верующие люди. Взгляд на болезнь, как на наказание и кары человеку за преступления и беззаконие, такой взгляд присущ ветхозаветному периоду жизни человечества. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в гневе Твоем. Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, ибо беззаконие мое превысило главу мою. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего. Это псалтирь, псалмы Давида, псалом 37. И далее царь Давид так говорит о существовании человека. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Действительно, от родителей человек может наследовать или добрые склонности, или грех. Святитель Феофан Затворник говорил, «Поздравляю вас с сочетавшихся законным браком. Вы теперь стали родоначальниками новой жизни и нового рода. А посему озаботьтесь оставить детям тело здравым и душу благочестивой». А еще болезнь может быть как испытание в верности Богу, как искупительная жертва, как побуждение к покаянию и к новой жизни, как проявление несовершенной, тленной природы человека. И если в Ветхом Завете эти смыслы, болезни перечисляются, то с Новым Заветом они исполняются. Болезнь не всегда обнаруживает себя до поры до времени, поэтому ее предназначение, как правило, скрыто от человека. Болезнь – не только явление физиологическое, но и духовное испытание человека. Говорит архимандрит Сафроний Сахаров. При таком взгляде можно согласиться с философом Альбертом Камю. Болезнь – это крест, но может и опора. А далее, кого Бог хочет наградить светлым венцом, тому Он прежде вручает тяжелый крест. И вот еще более парадоксальный ответ получили ученики Христовы. Не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божьи. Слепота попущена была этому человеку для того, чтобы, исцелившись, он прозрел не только телесно, но и душевно, обрел видение духовных вещей и своим духом, духом своим, умом, постиг, что Иисус есть Сын Божий. Что пользует человеку, если он имеет зрение, но слеп душевными очами. Спасителя окружало всегда множество людей, которые не были слепыми телесно. Но Он упрекал их в том, что они, имея глаза, не хотят видеть. Своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Слепорожденный, о котором повествуется в сегодняшнем Евангелии, при встрече со Спасителем был слеп и телесно, и душевно. Но прозрев телесно, обрел и духовное зрение. И на вопрос Господа, «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Слепой спрашивал, «А кто Он, Господи, чтобы веровать в Него?» И Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Истина молниеносно открывается исцеленному, и тогда он поклоняется Богу в духе и истине. Истина может просветить нас только в виде молнии, не может же истина светить в течение целого дня. Труд человека в жизни и заключается в том, чтобы шевелиться, пока мелькнул свет, молния, так как духовное пространство истины может быть расширено только нашим трудом. Но что есть для нас духовный труд? Любовь – это Богопотребный и спасительный для человека труд и подвиг. Подвиг всежизненный и всебытийный, восстанавливающий человека в его Бога сыновнем достоинстве, возвращающий его к себе самому и к Богу из всех смертей, грехов, зол и разного рода отчуждений, оживляющих его через воскресение и делающий человека человеком. Еще святитель Игнатий Бринчанинов говорил, деятельность – необходимый путь к бдительности над собой. И этот путь святые отцы предписывают всем, кто хочет научиться вниманию себе. Поэтому Господь дает нам образ ситуации слепоты, не зависящей от того, умные ли мы или глупые, а имеющие отношение к нашему труду жизни. Труд жизни – как извлечение смысла из того, что с тобой происходит. И нам стоит задать себе сегодня вопрос. Мы слепые или зречие? Мы живем с Богом? Много в нас человечности? Как-то митрополит Антоний Сурожский, по-видимому, остро это чувствуя, часто просил близких людей, помолитесь, чтобы я стал человеком. Мне думается, что многие наши ощущения жизни происходят из-за привычки быть слепыми, ощущать жизнь на ощупь, жизнь только материальную, только осязанием своим. Никакого другого способа восприятия жизни у слепого и нет. наше же бытие имеет какую-то связь с пониманием, с пониманием того, что мы так мало видим и так неглубоко, с пониманием нашего действительного положения перед Господом. Давайте вспомним момент из своей жизни, когда мы были потрясены, и узнав, как мы выглядим в глазах других людей. Это очень сильное переживание, переживание совершенно непонятное, приводящее в растерянность слепоты, слепоты нашей перед тем, кто ты есть. И вот исцелившийся исповедовал Христа Богом, противостоял фарисеям и иудеям, которые обвиняли Христа в том, что он якобы грешный человек, и отвечал им. «Грешник ли он, я не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Это все для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Значит, дела Божьи даровать людям облегчение, облегчить их жизнь. Да, действительно, это так, но не только в одном этом заключается наша с вами вера. Ведь часто Господь, творя чудеса, говорил, никому не говори, потому что не в чудесах было дело. Когда после чудесного насыщения пяти тысяч пятью хлебами Иисус переправился на другой берег Генесаретского озера, то весь народ последовал за ним. И даже говорили, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Но Господь с грустью укоряет их. Вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. И через минуту это подтвердилось, когда Господь сказал, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То в ответ услышал, какое же ты сдашь знамение, чтобы мы поверили тебе? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Вот чего ждали от Иисуса хлеба, но о земном сказано. Пища для чрева, а чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. А небесный хлеб таков, что сам Господь питается им. Моя пища, говорит Он, в том, чтобы творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. И вот когда у одного подвижника благочестия спросили, как ты спасаешься, то он ответил, я у Бога ничего не просил и ничего посылаемого им не отказывался. Если бы мы приблизились к такой вере, вот какие дела Божьи. Дарование нам правой веры, а не дарование нам материальных благ, здоровья, цветущего вечной молодости. И если Господь насытил пятью хлебами пять тысяч человек, и мы верим в это, и знаем, что это было, то это не значит, что мы теперь, не беспокоясь ни о чем, не потрудившись, сами будем читать только Акафисты, молиться и дожидаться, смотря в холодильник, не прибавилось ли там йогурта или сыра или еще чего-нибудь вкусненького. То, что должны сделать мы, можем сделать только мы, лично мы. Вдумайтесь. А ведь на самом деле совершенно лично, совершенно лично является смерть. Умереть может только сам человек. И вторым личным актом является акт понимания. за меня никто другой не может что-то понять. Понять могу только я сам. И апостол Павел говорит нам, имею желание разрешиться и быть со Христом. А мы все желаем и просим одного, другого, третьего, всего того, что касается внешней жизни. А вот с таким же усердием надо бы просить святой, благочестивой и праведной жизни и не отказываться ни от чего посылаемого Богом для нашей с вами душевной пользы. И если кому-то из нас необходимо исцеление от духовной слепоты, обратимся к Господу словами, стихиры. Правды солнца духовное Христос Бог, просветивший Твоим прикосновением, причистым, лишенным от рождения света на оба глаза и наших душ, озаривших очи, покажи нас сынами дня. Да с верою к Тебе восклицаем. Велико и неизлеченно милосердие Твое над нами. Слава Тебе, человеколюбец! Слава Тебе, человеколюбец!